Ну и Алтай Атакишиев, боксер из Азербайджана, представляющий 23 года этому спортсмену, метр 82 сантиметра его рост, 4 победы, 2 поражения и 2 ничьи в его активе, ну и весовая категория до 75 килограммов. Уже более мощные спортсмены, более рослые, более тяжелые, да, более тяжелые. Абдул-Азиз Юсупов, 21-летний спортсмен, метр 83 сантиметра его рост, рекорд практически такой же, как его соперника, на одну победу и на одну ничью меньше. Три победы, два поражения и одна ничья. Представляет, естественно, кикбоксерский флоп Ахмат. Ну и перспективы этого спортсмена, Ахмат, он является финалистом чемпионата страны, насколько я знаю, который проходил в Чеченской Республике. И он еще и, кажется, по юниорам первенству России выиграл. Ну то есть серьезная любительская база у этого спортсмена. Профессионалов пока негладко все складывается, и с победой, и с поражением. Герою 21 год, рост 183 сантиметра. Представляет, естественно, кикбоксерский флоп Ахмат. Кикбоксерский флоп Ахмат. Интересное противостояние нас ждет с вами, уважаемые друзья. Это уже седьмой поединок третьего открытого кубка Чеченской Республики по профессиональному кикбоксингу. Впереди, не считая это противостояние, у нас еще четыре боя. Довольно-таки насыщенный вечер. Очень хорошие бои получаются у нас. У нас чем дальше, тем интереснее бои. Да, действительно. Файт-карт выстроен таким образом, что поединки идут по нарастающей, по своему уровню. По степени, наверное, сопротивления соперников и уровня соперников. Обмен ударами, одиночными. Пока примериваются друг к другу спортсмены. Пытаются прощипывать друг друга. Понять, кто на что способен. Вот хороший лоу-кик от Юсупова. Очень жесткий. И принял. Абдул Ази из Бот бьет намного меньше, но максимально точно. Чем свой соперник. Там и очень жестко вкладывается практически в каждый удар. Инициатива пока у соперника в том плане, что он работает больше, наверное. Но большинство его атак приходится в блок. Ну или в воздух. Да. Собран и перекрыт Абдул Азиз. И вот хороший удар в туловище от Абдул Азиза. Вот навстречу так же дважды пробивает. Второй немного не достигает цели. Удар боковой от Абдул Азиза. Ну конечно, надо быть активным все равно. Вот слева очень хорошее попадание. Шестое попадание. Одно из немногих в этом раунде. Лоу-кик и перекрывается Абдул Азиз. Насколько серьезные перспективы у этого парня, профессионалов у Абдул Азиза? Ну, в основном, как ты видишь, у него есть все и физика, и мощь, и много чего умеет. Естественно, он болел некоторое время. Вот-вот только восстанавливается. Посмотрим, как у него дальше пройдет реабилитация. Я думаю, если здоровье ему позволит, он может многого добиться. Очень интересный спортсмен тоже. Мы видим, что в первую очередь его, наверное, габариты, и то, как он физически сложен, именно это подкупает в нем. Очень жесткий удар у него, мощный. Бьет не так часто, но очень акцентированно. Всего 21 год этому спортсмену. Я думаю, ему расти и расти еще. Все впереди у этого кикбоксера. Ну, и Алтай от Акишиев. Такое ощущение, что корпус очень серьезно пробит у него. Я думаю, и ногу он травмировал. Лоу-киком ударил прямо в шит. Так, с определенной неохотой начинает этот раунд от Акишиев. Пропущенный удар сказывается. Меняет стойки. Абдулла здесь хороший миддлки. Очень жесткий. И заряжен на каждый удар. Даже левый прямой бьет так заряженно. Такой силовой джеб получается. У нас же Турпол Токаев может уронить левого джеба. Очень серьезный удар у Турпола Токаева. Мы не раз убеждались в этом. Вернее, его соперники убеждались. В первую очередь, наверное. А мы просто свидетелями были. Да, мы просто свидетелями были. Очень тяжелые руки. У Турпола Токаева. Кстати, вот участие Турпола на этом турнире в будущем планируется? На одном из этих турниров. Я думаю, он тоже будет участвовать. Сейчас он просто... У него после ТАК нефти травмы были. Только вот-вот восстанавливается после травм. И ближайший бой у него 21 июля в Турции будет. Слева очень хорошо попал Абдулазиз. Какой организации? Известно, кто соперник? Соперник у него голландец неплохой. Насчет организации я еще не знаю точно. Мы только вчера с ним разговаривали. И попадает все чаще уже попадает. Чистейшие удары проходят у Абдулазиза и Супова. Посмотрите, какой жесткий лоу-кит. Действительно, не позавидуешь. Это такой кёкушинский лоу. Он же выходец из кёкушинка. Да. А у них, как мы знаем, очень серьезная набивка. И очень тяжелые удары ногами. Двойка от Абдулазиза очередная. Здесь мы видим, что работа на средней и ближней дистанциях. Внутренний лоу-кит. Вот это. Ну и хай-кик сразу же. Атаки Шиева, их было не так много. И результативных и того меньше оказалось. Белые удары. Да, белые удары. Видно, что очень тяжело приходится спортсмену из Азербайджана. Пытается зарядить сам себя. Прийти в себя. Посмотрим, насколько ему удастся восстановиться между вторым и третьим раундом. Насколько этой минуты ему хватит для того, чтобы хотя бы немалую часть процентов вернуть свою свежесть. Точнее, малую. Седьмое противостояние вечера, напомню, уважаемые друзья. Весовая категория до 75 килограммов. Абдул-Азиз Юсупов, клуб Ахмад против Алтая Атаки Шиева, клуб Роял Файтер из Азербайджана. Мы уже видели сегодня представителя Азербайджана и проиграл тогда представитель этой страны Эльшан Ганиев. И, судя по первым двум раундам, Атаки Шиев также уступает. Очень жесткий внутренний лоу-кик. Действительно, почти в каждое движение вкладывается Юсупов. И сейчас признаки усталости уже в третьем раунде. Но, тем не менее, хорошее колено в клинче. Левый боковой после правого прямого. Продолжает атаковать. Вот, посмотрите. Ушира, бэк-кик. Потрясен соперник, потрясен Атаки Шиев. Отчитывают на нокдаун или нет? Нет, он показывает, судя показывает пах. Очень тяжело, конечно, нам судить. Сейчас. Ну, мы видели только ногу, а куда он так попал. С нашего ракурса не видно было, поэтому мы не можем судить. Ну, в любом случае, доверимся рефери. Раз не было, так не было. Хромает Атаки Шиев. Очень серьезно отбита у него нога. Очень жесткие удары выбрасывают оба спортсмена. В первую очередь, это, конечно, Абдулазий Джисупов. Первые два раунда он забрал. И, наверное, сейчас он может позволить себе немного рискнуть. Вот локоть с разворота. Насколько я знаю, локоть запрещен, да? Запрещен. Ну, тут, я думаю, ненамеренно. Буквально срубает своего соперника мощнейшим лоу-китом Абдулазий Джисупов. Еще туда же. Почувствовал он, что именно в этом аспекте есть дыры у Атаки Шиева. Подустали, конечно, спортсмены под занавес поединка. Очень много ударов было выброшено. Я думаю, в третьем раунде Абдулазий закрепляет свое преимущество. Ну, и действительно, несмотря на определенные какие-то локальные успехи, в целом Атаки Шиева не смог изменить весну от боя. И выступает наверняка. Дождемся официального решения судей. Завершается у нас седьмой поединок третьего открытого Кубка Чеченской Республики по профессиональному кикбоксингу. Впереди четыре противостояния. Самое интересное только начинается. Очень интересные бои нас ждут. Дальше. В этом интереснейшем противостоянии по окончанию трех раундов единогласским решением судей поменял один жал. Абдулазий Дмитрий Степан! Ну и, конечно, справедливо. Аутай Атаки Шиева выражает, что мне вот эти движения вообще непонятны. Он лучше нас, лучше судей знает, что он проиграл. Да, конечно, умение принимать поражение это очень серьезное качество. Ну, вот это актерство, это, ну, в данном случае, это излишнее. А вообще, когда ты боксируешь, ты чувствуешь, когда ты выигрываешь или проигрываешь? Я, например, всегда чувствую, когда выигрываешь или проигрываешь. Спасибо.